Здравствуйте, здравствуйте! В редакцию «Момент истины» приходит множество обращений на самые разные темы. Мы стараемся, чтобы каждое такое обращение не осталось без внимания. Сегодня мы открываем новую рубрику «Вопрос депутату». В ней депутат Государственной Думы Андрей Ветлушких будет отвечать на ваши вопросы. Чтобы задать вопрос депутату, вы можете написать вот по тем реквизитам, которые сейчас есть внизу экрана. Или же написать через сайт «Момент истины» с пометкой «Вопрос депутату». Итак, первый вопрос. Как можно во время ограничений, которые связаны с вирусом COVID-19, подписывать документы? Можно ли дистанционно отправлять заявление об увольнении своему работодателю? Электронная цифровая подпись бывает простая и усиленная. Простая подпись – это когда человек направляет по электронной почте документ какой-то и вот сам факт, что он отправляется своей электронной почтой является аналогом простой электронной подписи. Понятно, что это только для тех документов, которые не очень важны и когда получатель знает ваш адрес электронной почты и понимает, что это отправили вы. Вот такой вид отправления документа считается подписанным простой электронной почтой. Усиленная – это уже, да, для серьезных, важных документов, причем она тоже различается – усиленная квалифицированная и усиленная неквалифицированная. Для того, чтобы работать на всех платформах, со всеми юридическими лицами и со всеми государственными учреждениями и даже дистанционно подавать документы в суд – это используется усиленно квалифицированная электронная подпись. Сегодня в условиях коронавируса, когда многие находятся дистанционно и важно подать и документы в государственные органы, на льготы какие-то, заявления какие-то и в тот же суд, то наличие у человека усиленной квалифицированной электронной подписи позволяет никуда не выходя из дома практически участвовать и в судебном процессе, и в любой орган власти, и работодателю, и всем направлять документы, которые приравниваются, это что важно, по закону приравниваются к документу, письменному документу, подписанному собственноручно. Усиленная неквалифицированная подпись – это когда несколько юридических лиц или работник с работодателем договорились о том, что надо пользоваться вот этим программным обеспечением на конкретной платформе и внутри программы зашит своеобразный ключ, который выдается каждому работнику или получается каждым работникам по той же электронной почте и прибавляя или добавляя в письмо вот эту электронную, ну, часть программы, своеобразный электронный ключ, документ считается подписанным этой усиленной подписью, но не квалифицированной, потому что уровень безопасности определяется безопасностью только этой программы. Усиленная квалифицированная подпись, она выдается вот специальными удостоверяющими центрами, имеющими лицензию ФСБ. Это или в виде токена, или в виде флешки, и этот токен или флешка выдается за деньги. Ну, я знаю, что около полутора тысяч в выдаче такой флешки, зато, конечно, это позволяет работать со всеми государственными органами на всех платформах, и это надежно и безопасно. Сегодня действительно многие задают этот вопрос о том, можно ли дистанционно написать заявление об увольнении, когда или человек в рамках сегодняшней самоизоляции не готов идти на работу или работа очень далеко, надо ехать там в другой регион или еще как-то. А у нас написано в законодательстве о том, что работник подает письменное заявление об увольнении. Однако не написан способ передачи. Если документ написан и передан по электронной почте, но при этом подписан усиленной подписью или усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной, которая в договоре между работником и работодателем определена, то у этого документа даже передано по электронной почте статус документа, написанного собственноручно, написанного письменно, и этот документ является юридическим основанием для увольнения работника, если работник его подал, ну и понятно, увольнение там за работник должен подать не позже, чем за две недели до планируемой даты увольнения.